Мне очень часто приходится летать на самолётах, и у меня с детства немножко закладывало уши. И с каждым годом уши начало закладывать всё сильнее и сильнее. Вот однажды совсем было уже ужасно лететь, и у меня было два рейса. Первый рейс я еле пережила, а перед вторым рейсом я вспомнила, что есть такой удивительный врач, как доктор Ведов, и пошла к нему на пластику лица. Он начал диагностировать мою голову, и обнаружил, что у меня на голове в околоушной и заушной зоне какие-то своеобразные такие то ли наросты, где-то вот он мне показал вот столько, около сантиметра. Может быть, какие-то уплотнения, какие-то тяжи, вот везде, вот здесь вокруг ушей. Я спросила, как это, почему, отчего это, Игорь Владимирович сказал, что вы переохладились в молодости когда-то, и с каждым годом всё это вот нарастало и нарастало. А я действительно в молодости любила ходить без шапки. Получается, что с каждым годом вот это переохлаждение внутри, оно как бы накапливалось. То есть сначала это было воспаление уха, воспаление среднего уха, потом воспаление истахиовой трубы. Потом это уже начало переходить, видимо, из внутренних каналов уже вот всё дальше и дальше. И фактически, видимо, чуть ли не в костную структуру начало переходить. И я этого даже не знала. И доктор Ведов сказал, что он вот сейчас мне вот это начнёт убирать. И он прошёлся по моей голове руками. Я встала, чувствую, вообще очень необычно, как будто с тебя сняли прямо слой, слой с головы чего-то вот такого тяжёлого. И я полетела на самолёте на следующий день. И ни разу вообще я забыла об ушах. Я в первый раз в жизни забыла об ушах. У меня даже на секунду не заложило уши. Я думаю, что такой медицины просто не существует. Поэтому для меня очень важно, что я решила вот эту проблему со своим слухом, потому что слух от этого тоже на самом деле портится, со своими ушами. Важно вообще, что есть такая возможность поправить голову, поправить мозг в конце концов, поправить некоторую психологическую структуру головы. И я очень рада, что доктор Ведов такой врач, который действительно может решить наши проблемы, решить проблемы со здоровьем. И спасибо большое, что вот эта методика существует. Спасибо.